Растения очень зависят от качества распределения по площади поля. У нас качество понимают как распределение вдоль рядка, но это не совсем так. Распределение по полю это распределение в двух направлениях, а не в одном. Ну вот такой пример привести. Междурядье 70 сантиметров. Откуда оно взялось? Откуда оно взялось? Искал, долго искал, но потом аспиранты нашли наши. В книге Александра Акимовича Будагова «Посев на высоких скоростях» было отмечено, что это междурядье было привнесено как шаблон откуда-то из предыдущих вариантов. Ну а аспиранты наши нашли то, что это междурядье выбиралось для того, чтобы лошадь с ручным культиватором не повреждала растения, когда проводили междурядную обработку. И мы с этим междурядьем до сих пор таскаемся. Те же междурядья 15 сантиметров, другие междурядья, они агрономически не обоснованы. Для того, чтобы определить качество распределения семян, нужно было взять 10 тысяч квадратных метров, это один гектар, разделить на норму высева в штуках и получить площадь, осредненную площадь для одного растения. Потом эти площади выстроить в упорядоченное расположение, как это сказать, структурировать пространство или площадь. И тогда получается, что на каждом таком квадратике должно расти по одному растению. Это эталон, это идеальное размещение. Потом мы должны реальный посев сравнить с этим идеальным размещением. Когда мы выделили такой квадратик, такое расстояние идеальное, получается, что если 50 тысяч штук, я для ровного счета возьму, хозяйственная норма 50 тысяч штук растений на гектар, то для одного растения достается 2000 квадратных сантиметров. Извлекаем корень квадратный, то есть ищем сторону этого квадрата, площади питания. Получается 44,5 сантиметра, практически 45. Вот для этого размещения будет идеально. Когда мы сравниваем 70 сантиметров с таким идеальным размещением, то мы получаем, что растения могут использовать где-то 50-60 процентов площади поля. Остальное не используется, просто не используется никак. Это ветер, это сорняки, это вот унос влаги, потеря влаги. Если приспособить селку под этот высев, то тогда мы можем эти растения, ну, примерно 45 на 45 посадить в таком порядке их. Растения бурно реагируют на такое размещение. Ну, такого у нас не получилось. Были несколько другие задачи, мы работали в хозяйственном севообороте внутри. Но процентов на 35-40 нам удалось поднять. Качество распределения, да. Условия этого хозяйства, что это было за хозяйство там? Это вот было, мы делали, значит, шоссейный, поселок шоссейный, вот по дороге на... Район. Зерноградского района, да. Сколько примерно выпадает осадков? Ну, около 500 миллиметров. Около 500 миллиметров. А как урожайность поменялась? Урожайность была, значит, годы были очень засушливые. Мы получили там где-то 6,5-9 процентов. В очень хороший год, значит, в одном из опытов, на одном из сортов, урожайность подскочила до 61,5 процента. Растения меняют количество листьев, растения меняют свой рост, высоту. Растения меняют количество хлорофилла в листьях. Меняется проекционное положение, то есть расположение листьев по отношению к солнцу. Но действительно, если ему хватает места, растению не надо расти в длину, не надо тратить произведенные ассимилляты, продукты фотосинтеза. Надо расположить листья по-другому. Площадь листьев достаточно, чтобы не мешали друг другу, и тогда листья занимают это свободное пространство. Они как-то приспосабливаются растениям. Вот. И поэтому, значит, да, и что еще самое интересное, растения по сравнению с контролем, а контроль у нас был 70 сантиметров, растения на 10-14 дней дольше вегетировали. То есть те, которые на 70 сантиметров были посеяны, они уже засохли, почернели, вот, и стояли готовые к уборке. А те, которые мы сеяли на 45 сантиметров, вот, они, значит, оставались зелеными. Мало того, что, значит, в семена после цветения, значит, оттекали произведенные ассимилляты, депонированные в стеблях, в листьях, запасенные. Запасы этих питательных пластических веществ оттекали в семена, так еще и плюс продукты текущего фотосинтеза, значит, тоже шли в эти семена. Смысл в том, чтобы не загущать посевы, да? Ну, смысл в том, чтобы каждому растению предоставить оптимальные пространственные условия. Вот так. Потому что, если мы даже внутри рядка его загущаем, да я вот сейчас постараюсь вам даже показать фотографию. 70 сантиметров – это 45. Эти тянутся в длину, потому что при загущенном рядке возникает внутри рядовая конкуренция. Они тянутся к солнцу. Они тратят свои произведенные ассимилляты на то, чтобы вырасти, чтобы вынести листья к свету. Вот. А эти растения спокойно сейчас развивают корневую систему. Вот. Спокойно, значит, ловят солнечный свет. Потом придет время, они пойдут резко в рост. Ну, это уже, скажем так, здесь требуется две междурядных культивации, а здесь всего лишь одна. Ко второй культивации уже земля полностью закрыта листьями. С какими еще культурами? Ну, еще немножко мы работали с зерновыми колоссовыми. Были сейлки у нас, значит, для подпочвенно-разбросного посева, сейлки-культиваторы. Вот. Тоже результат очень интересный. В среднем 25-35% прибавки урожая. Растения получались, значит, что растения... Во-первых, корневая система у них намного больше получалась. Вот. Потом, значит, кущение, пустующее место. Растения при свободной корневой системе захватывает кустясь. То есть мы получали некоторые растения, которые, ну, где-то семечко так удачно упало, зерно удачно упало, что до 36 колосков на одном растении было. И все продуктивные? И все были продуктивные. Центральный колос самый большой, а вокруг него чуть поменьше, потом чуть поменьше, чуть поменьше. Вот такие вот видели эти растения. Эталон для зерновых? Для зерновых, ну, в нашей зоне, значит, эталон. Это будет, ну, у нас в основном высевается около 4 миллионов штук семян на гектар. Значит, если 10 тысяч квадратных метров разделить на 4 миллиона семян, то получится по 25 квадратных сантиметров. Ну, поменять междуряди на любой сейлке, это, в принципе, дело 2-3 дней. Ну, если это, скажем так, старая конструкция с УПН. Вот. Она имеет блочно-модульное строение. Переставить высевающие аппараты. Вот. Причем под след трактора, ну, желательно, конечно, иметь шину трактора 22 сантиметра, но у нас они очень широкие, 44, там, 40 сантиметров. Вот. Ну, след трактора можно оставить прежним. И расставить высевающие аппараты надлежащим образом. Вот. Настроить передаточные механизмы. Там нужно будет передаточные эти карданчики, нужно будет немножко изменить длину, переварить. Но, в принципе, каждую сейлку, значит, ну, скажем, бригада из двух человек. Один делает, другой помогает. Вот. Ну, за 2 дня сейлку можно привести в идеальный порядок. Спасибо. 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 Спасибо.